Всем привет! Я София и вы на моём канале. И сегодня я снимаю для вас долгожданное видео о том, как я делаю уроки. Я уже подготовила уроки, которые я буду сегодня делать, а также, возможно, я вам покажу, что мы вообще сейчас проходим, какие у нас задания, что мы делаем и что я делаю. Вот! Ну что ж, давайте начнём. Первый предмет, который я сделаю, это будет история. Сейчас мы проходим историю России. У нас есть вот такая вот консульная карта. Вот такой учебничек. И я подобрала вот такую крутую тетрадь. Вот, фонбит. Она очень подходит по цветам. Меня прям это каждый раз так радует. Не знаю, как сказать ещё. Вот, она всё так по цветам сочетается. Всё такое бежевенькое. И ещё в тетради я, если что-то подчеркиваю маркером, то я делаю только вот таким бежевым. Итак, вот страница, значит, на которой я была сейчас. А, точно вспомнила, что мне нужно сделать вот эту таблицу. Дописать 9, 10, 11, 12. Тут мы писали это на доске. Вот, я сфоткала. И теперь перепишу. Итак, открываем пенальчик. Вот так выглядит мой пенальчик. Тут у меня очень много всего. Кстати, я купила новые ручки-стиражки. Вот это очень круто. Это такая красивенькая. Она пишет такая, ну, более толстым, допустим, шрифтом. Вот, ещё у меня есть новенькая, проще показать. Вот здесь вот они у меня стоят. Школу я ношу такую одну. Не знаю, она там затеряла в своём пенале, где куча всего. Они вот такие смешные. Они пишут более тонкое. С вот такими смешными. Это кто? Пандочки? Я не знаю. Я всё-таки хочу найти их друга. А может, он потерялся? Кажется, вот он. Да, вот такая вот розовенькая. Я взяла все цвета, которые были. А тут сюрприз. У меня протекла ручка. Пока я её расписывала, я её случайно сломала. Но я закрыла клубочком, подумала, ничего страшного. И в итоге вот такой тут сюрпризик. Ну, я её уже выкинула. Хорошо, что она у меня ничего, кроме пенала, не испачкала. Вот такая вот история. Сейчас я быстренько продолжу таблицу. Мне нужно её до конца дочерти. Я взяла линеечку. Итак, я дочертила таблицу. Если что, 11 и 12 здесь будут вместе, потому что они живут в одном месте. Итак, смотрим. Посмотрим на 9. Вятичи. Итак, где они у нас поселились? Сюда я вписываю вятичи. Это название племени. Потом все эти племена мне нужно будет вписать в контурную карту, которую мы уже начали делать, но не закончили. Итак, вятичи, паке. И это у нас город. Город тут не указан, поэтому мы его не впишем. Итак, 10-е это вылыняни. Они должны... Да, они по Бугу. Это тоже река. Так, пишем. Вылыняни. И они у нас по Бугу. И город тоже не указан. Если бы он был указан, она бы подчеркнула его вот так двумя полосочками. Итак, 11-е и 12-е это уличи и тиверцы. Их мы вписываем сюда. Уличи и тиверцы. Они у нас расположились по Днестру. И город у них тоже не указан. В принципе, все. Таблица на этом закончена. Это была просто как бы часть нашей классной работы. Мы проходим тут восточные славяне и их соседи. Мы уже начинали эту тему вот здесь. И на том уроке продолжили. Самое задание у нас по контурной карте. Нам уже задавали ее сделать. И в этот раз нам задали ее как бы продолжить вписать сюда все вот эти племена, которые у меня в тетради. А также эта карта, которую нужно делать из учебники. Вроде бы на 28-й странице. Вот. Да. И здесь тоже написано все эти племена. И можно отсюда вот так просто переписать, чтобы правильно расположить, где они у нас выселились. Итак, сейчас нам нужно, получается, выполнить третье задание в этой карте. Подписать название племенных союзов и их место расселения. Я уже здесь немножко стерла карандаш, который мне писала, чтобы ручка лучше положилась, так скажем. Итак, первыми я запишу прям по списку, пойду, чтобы не запутаться. Поляне. Поляне у нас они... Они у нас где-то, где-то, где-то... А вот они. Они у нас, получается, города мы не подписывали, потому что не было такого задания. Так, вот это. Вот эта точка. И вот под ними поляне. Так. Ручка все равно не очень хорошо пишет на этом карандаше. Хотя я даже немного стерла этот карандаш. Поэтому я вот так второй раз обведу текст. И думаю, в принципе, достаточно выделяется. То есть не сливается с вот этими названиями рек. Но задания были в такой последовательности, поэтому я сначала закрасила вот эти все местности, а потом уже все подписывала. И к тому же это у нас как бы продолжение подписывать племена. Итак, древляне, древляне. Я видела их вот здесь, они рядом с полянами. Полянами, полянами. Итак, древляне. Они вот над этим городом. Я ориентируюсь по этим точечкам. То есть они у нас вот здесь. Итак, главное сейчас правильно написать. Но у меня ручка стерк, поэтому ничего страшного. Ой, я начала писать буквы. И так, сразу буду прорисовывать вот так буквы, чтобы они выделялись. Итак, древляне. Вот так, думаю, хорошо. Дреговичи тоже рядом, они над Припятью. То есть вот здесь. Итак, подписываем. Палачане тоже рядом, они вот под этой точечкой. Кстати, удобно по этим точкам ориентироваться. Ну, вообще-то города. Так, Палачане. Подписываем. Пока у нас на букву П и Д. Готово. Пятый в списке у нас вот эти вот. Словении и Минске. Я так и подпишу. Они у нас тут рядом с озером Ильмень. Но в задании было подписать только речки. Поэтому так напишем. В общем, Словении и Минске. Уже я пишу девятый, так скажем, пунктик. И осталось десятый, одиннадцатый и двенадцатый. Итак, вот так я уже тут написала. Потом в конце пересчитаю. Сейчас мне нужно подписать волыняни. Вот они вот здесь. Итак, я уже подписала все племена. Давайте пересчитаем быстренько. И должно быть двенадцать. Как вот в этом, как в этой таблице. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать. Все верно. И теперь зелененьким карандашом, которым я раскрашивала эту местность. Местность, значит, у нас восточных славян. А я, так скажем, подрисую, выровню цель. Историю я закончила. Убираем всякие учебнички и пандемии карты. И следующим предметом я хочу сделать русский учебничек. Дведь, это ради напишу я в одной. Тренажер по-русскому и грамматичка. Итак, не путаемся. Историю убираем. Итак, берем учебник. Нам зададут двести шестьдесят седьмое упражнение. Всего лишь одно, как хорошо. Итак, ищем его. Это здесь сорок второе. И у нас скоро или не скоро, не знаю, закончится учебник. И мы будем брать вторую часть. Мы уже рядом. Вот оно. Ой, 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 это что такое? Спешите, раскрывая скобки и расставляя пропущенные запятые. Подчеркните несклоняемо-существительные к актену предложения. Укажите их поддержку. Почему некоторые, собственно, имена заключены в кавычке. Составьте предложение на тему современного спортивного состязания. Используя несклоняемо-существительные. Это что такое? Так, ага. Что, ладно, хотя бы там не продолжение этого упражнения. Вот моя тетрадочка по-русскому. Она вот такая вот хорошенькая. И внутри мне тоже нравится. У меня и тут иногда клеют такие наклеечки. Так, оно у меня, кстати, по-моему, уже скоро закончится. О, еще наклеечка. Итак, быстренько долистываем. Вот тут я остановилась. Да, по-моему, скоро заканчивается. Ну да ладно. Что-то у меня скоро все заканчивается. Кстати, именно вот эти наклеечки я прямо ношу с собой в школу. И именно их я купила для того, чтобы клеить специально тетрадочки всякие разные. Я еще не так сильно много тут наклеила, как видите. Оставим их тут. Думаю, я наклею какую-нибудь сегодня. Итак, пишем вот тут вот домашняя работа. Самое достаточно основное тут задание, это раскрыть вот эти вот скобочки и поставить недостающие запятые. И так начнем писать. Там еще мы проходили недавно тему «Несклоняем осуществительные». А еще у «Несклоняем осуществительных» нужно будет подписать поддержку. И как раз Осло одно из них. Итак, вышли на лед сильнейшие конкуренты Штейн. Дани. И вот тут как раз, так скажем, чередование, перечисление, значит, вот нужно запятые. Дани, Швеция. Так я уже тут все написала. Осталось подчеркнуть эти «Несклоняем осуществительные» и обрететь их поддержку. Итак, в Осло. Осло это у нас предложный поддерж. Подчеркнуть их нужно как члены предложения, а это у нас обстоятельства. Так что подчеркиваем. Черточка, точка, 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 точка. Готово. Итак, следующий «Несклоняем осуществительные» у нас это «Динамо». Так, «Динамо» это дополнение. Четочка, 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 четочка. Ой, четочка. Итак, и творческий поддерж. Вот! Творческий поддерж. Творительный. Надо исправлять. Т на Т. Итак, ну в принципе получается, что я русский сделал. И теперь я хочу наклеить какую-то кличку. Так, посмотрим, какие у меня тут есть. Думаю из этих я никакой не буду клеить. Я хочу выбрать какую-нибудь из вот этих двух страничек. Ну, то есть одну наклеечку с этих двух страничек. Итак, посмотрим. Тут есть такая смешная утка. Я не знаю. Она мне... Я давно ее заметила. Она мне очень нравится. Я не знаю. Я храню ее для чего-то особенного. Так, поэтому тут я больше ничего такого интересного не вижу. Я хочу, скорее всего, наклеить вот этого чудика смешного. Кстати, эти наклеечки с вот такой золотой окантовочкой. Очень красивая. Вот так вот она переливается. Сейчас вот-вот-вот-вот. Ну, в общем, я хочу наклеить вот этого чудика. Не знаю, мне он нравится. Он такой бежевенький. А я вообще все наклеечки в тетради мне какие-то бежевенькие такие, коричневые. Поэтому наклею его. Наклею его вот сюда. Он такой маленький, миленький и смешной. Русский сделан. На завтра все уроки я уже сделала. Но еще я решила сделать географию, которая у меня в пятницу. Итак, тут нам задали ответить, не ответить, а сделать задание на сороковой странице и на сорок первой. Вот такая у меня тетрадочка по географии. Также в заданиях нужно будет пользоваться картами в Падласе. Поэтому я их уже открыла. Вот физическая карта России. И также тут есть карта полушарий. Итак, скорее всего, я начну делать уже с этой новой странички. Итак, давайте прочитаем задание. Пользуясь физическими картами в Падласе, определите абсолютную высоту вулкана Ключевская сопка. Точки с координатами 39 северной широты и 16 восточной долготы. Назовите наибольшую глубину Каспийского моря. И еще вот эти задания, но к ним мы придем попозже. Сначала нам нужно сделать вот эти. Итак, ищем вот этот вулкан. Он у нас где-то в Камчатском крае. Он такая умная. Да мы уж поняли, что ты тот самый умный. Вот он наш вулкан. Нужно найти его абсолютную высоту. И здесь подписана его высота. 4835 метров. Итак, давайте напишем тут. Теперь нужно найти точку с координатами 39 северной широты и 16 восточной долготы. Для этого мы открываем вот эту карту. 16 градусов восточной долготы у нас вот здесь. Я сейчас проведу линию карандашом. Примерно вот до сюда. И 39 северной широты мы найдем тут. Если здесь 30, тут 40, значит это прям вот тут с краешку. Примерно проводим тут. И это у нас вулкан Этно. И теперь нам нужно найти его высоту. Его высота 3329 метров. Запишем. Готово. И последнее задание в этом задании. У нас назовите наибольшую глубину Каспийского моря. Каспийское море. Можно найти здесь, а можно найти здесь. Вот оно. Итак, как нам найти его наибольшую глубину? Посмотрим на шкалу глубин. Вот она здесь. Итак, цвет у нас такой. В общем, что-то я не сильно поняла по этой шкале глубин и высот в метрах. Ну, допустим, если Тихий океан еще можно понять, что он там глубже или 6000 метров, то Каспийское море вообще непонятно. Она как будто ноль, блин. Потому что здесь просто вот 200 это и то темнее цвет, чем оно. Поэтому, в общем, пришлось чуть-чуть загуглить. Я загуглила наибольшую глубину. И это 1025 метров. Поэтому записываем. Это задание у нас почти такое же. Здесь тоже нужно определить абсолютную высоту, например, амазонской низменности, среднюю высоту над уровнем моря на горе Тибет и преобладающую в Балтийском море глубины. Амазонская низменность у нас вот здесь. И теперь определим ее абсолютную высоту. Воспользуемся шкалой глубин и высот. Абсолютная высота амазонской низменности 350 метров. Средняя высота на горе Тибет. Вот сам Тибет. Я посмотрела по цветам. Он у меня получился 4,500. Ну, средняя высота. Поэтому ее я и запишу. 4,500 метров. И последнее задание. В задании преобладающие в Балтийском море глубины. Нужно их найти. Для начала нужно найти Балтийское море. Вот оно. Преобладающие глубины в Балтийском море до 50 метров. Все! И то... И что? Географию мы сделали. Кстати, по-английскому нам ничего не задали. Вот так вот иногда у нас бывает мало уроков. Иногда их бывает много. Но сегодня нам повезло. И то я некоторые уроки делала на пятницу. То есть заранее. Потому что у меня было время. Вот так вот мы вместе с вами сделали мои уроки. Мое домашнее задание. Ну, а это было все. До свидания в следующих видео. А ссылочки на все мои ссылки будут в описании под видео. Пока-пока, любимки! Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк! До встречи!